Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Стать лидерами в России по развитию овцеводства, такую задачу сегодня ставят перед Крачево-Черкесией совместно с группой компанией Домате руководства республики. Сегодня сделан еще один шаг к этой цели. В поселке Ударный Прикубанского района состоялась закладка первого камня нового предприятия. В церемонии принял участие руководитель региона Рашид Имрезов, председатель совета директоров группы компании Домате Наумбабаев и генеральный директор компании Рашид Хайров. Алла Динаева подробнее. В поселке, названном в честь ударников гидростроителей, произошло масштабное событие, которое послужит началом развития животноводства республики. В целом, закладка первого камня строительства нового предприятия по откорму овец группой компании Домате. Поставили одну задачу стать лидерами по овцеводству в Российской Федерации. Я думаю, мы шаг за шагом к этой цели, к этой планке уже сегодня двигаемся. Надеюсь, у нас эта работа будет только все дальше и развиваться. Главное, что у компании четкое понимание того, чтобы поддержать местные крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. Я думаю, эту работу мы также совместно и продолжим. География деятельности Доматы охватывает несколько регионов. Пензенская, Тюменская, Ростовская области и Северокавказский федеральный округ. Сердце этого проекта будет находиться здесь, в Карачаево-Черкесии. Это действительно наш мясокомбинат, который сейчас в активной фазе инвестиций, общий объем которых составит почти 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Мы планируем, что с учетом всех перипетий, сложившихся этой пандемией, разные задержки всевозможные, мы сможем к концу этого года запустить этот завод. Мощность этого завода будет 15 тысяч тонн в смену, в одну или 700 тысяч голов убоя в одну смену. Если говорить про две смены, то это практически 1 миллион 400 тысяч голов. Это огромная цифра. Эта цифра на сегодняшний день сопоставима с 10% всего объема скота, который есть на юге нашей страны. Развитие овцеводства в республике, как и в целом животноводство, одно из самых приоритетных направлений. Мы сегодня делаем первые шаги и уже видим результаты, сказал глава республики. Видим конкретные шаги и результаты того, что сегодня делает компания Домоты на территории нашей республики. Вот здесь, на этом откормочном предприятии будет работать 150 местных жителей. Мы хотим выйти на объем производства приблизительно 15 тысяч тонн на первом этапе баранины в год, с возможностью потом удвоения. Это действительно полный проект, вся вертикальная интеграция. Это будет от генетики. У нас планируется размещение здесь даже баранников, откорм. Что нам очень важно, что это полная кооперация с фермерами. Потом в этой цепочке фермеры это ключевое звено. Привлечение к реализации проекта местного населения, использование колоссального опыта в овцеводстве, приведет к формированию целого класса современных фермерских хозяйств и сыграет свою положительную роль в повышении занятости и уровня жизни сельского населения, говорили на мероприятии. Пусть другие регионы сильно не завидуют, но это было создано так исторически, что есть карачаевский черный баран. Это бренд, который может быть даже и в мировом масштабе займет свою нишу, потому что действительно вкусный продукт. Это очень качественный и вкусный продукт. Продукция Дамате реализуется по всей стране от Калининграда до Владивостока и экспортируется за рубеж. Технология на новой ферме будет соответствовать уже успешно опробированной на других площадках компании. Аладинаева Али Бастанов, Вести, Крачево-Черкесия, поселок Ударный. В рамках рабочей поездки в Прикубанский район Рашид Тимрезов провел двухстороннюю встречу с главой администрации района Мухаммад Амином Чомаевым. Глава администрации Прикубанского района проинформировал руководителя субъекта об исполнении поручений данных Рашидом Тимрезовым ранее в ходе предыдущих встреч. Стороны обозначили также основные перспективы работы на текущий год. Перефразируя Шекспира с извечным вопросом быть или не быть, делать или нет, можно процитировать ситуацию, связанную с вакцинацией от COVID-19. Когда люди чаще задают этот вопрос себе и, судя по тому, что не совсем активно проявляют желание сделать прививку, они предпочитают дождаться того, что время покажет. А время может нам подкинуть третью волну, если сейчас население не поймет важность своевременной вакцинации, считает главный врач Хабесской центральной районной больницы Амин Макауф. С ним встретилась Фатима Даурова. Тянуть кота за хвост и занять позицию стороннего наблюдателя может стать фатальной ошибкой населения, которое проявляет весьма вольготное отношение вообще к самой идее вакцинации, считает врач, совсем недавно стоявший на передовой и сполна ощутивший все последствия коварной болезни на опыте своей работы. У людей ощущение, что вакцинация – это такое мероприятие, которое не особо важно. Можно и пропустить, можно и завтра сделать, а может там посмотрим, через месяц сделаем. Если люди не осознают необходимость проведения быстрой вакцинации и образования хорошей иммунной прослойки, в том числе и в Хабесском районе, и в Карачаево-Черкесии, к сожалению, я думаю, что третья волна коронавируса не загорает. На сегодняшний день по Хабесскому району сделано более 700 вакцин. Начиная с сегодняшнего дня медики будут получать 300-400 доз вакцин еженедельно. То есть препарат доступен к применению, а вот процент желающих привиться, к сожалению, очень мал. Как отмечают сами медики, такое инертное отношение граждан к вакцинации может обернуться плохими последствиями. Времени нет уже. Надо понимать, что если мы войдем в третью волну коронавирусной инфекции, мы и вакцинацию уже практически нормально сделать не сможем. Потому что на фоне резкого подъема заболеваемости, когда, извините, надо решать вопросы спасения уже жизни людей, проводить параллельно на хорошем, высоком уровне вакцинацию – это практически невозможно. Верю соседу больше, чем официальным данным. Такое шаблонное мышление населения в данном случае играет плохую роль. Когда социальные сети, слухи и неподтвержденные информации становятся прерогативой, а научная обоснованность фактов отходит на второй план. Не надо верить каким-то слухам, не надо верить социальным сетям. Вот из практически 700 проведенных вакцинаций, ну, даже в виде повышения температуры каких-либо явлений ОРВИ, ну, у нас даже нет 10 человек таких. А так, чтобы прямо там с хорошей температурой, там, 38-39, был всего один больной, и то все хорошо, благополучно. Уже второй этап вакцинации человек прошел и живет спокойно. При этом уже после первого этапа вакцинации мы брали анализ крови на наличие антител. Ну, титр антител, честно говоря, очень порадовал. Семейная чета Братовых сегодня пришла на второй этап вакцинации. Перед прививкой, как обычно, осмотр у терапевта, контроль состояния здоровья, и если нет никаких противопоказаний, то можно делать укол спутника ВИ. А у Анны Васильевны оказалось немного повышенное давление, поэтому после укола, стабилизирующего состояния, она посидит немного и направится в прививочный кабинет. У тех, кто сегодня пришел на вакцинацию, страха и волнения нет. Мы прошлый раз сделали, сегодня повторно, мы с настроением, что сделаем. Прошли быстро, не болело, ничего. Мы даже вообще все спрашивали, как вы, как вы, а мы температурили, ничего. Абсолютно нормально. Сегодня второй раз пришли сделать прививку. Как вы перенесли первую прививку? Абсолютно никак, абсолютно. Ничего не чувствовал, ничего не замечал. Сегодня я пришел вакцинироваться второй раз. Тоже давление проверили, все в норме, все хорошо. И вот сейчас буду делать второй раз. Вы бы рекомендовали людям? Всем, кто, особенно людям моего возраста, старшего возраста, им я поголовно всем. Потому что оно безболезненно. И хорошо переносится человеку. Основные пункты вакцинации созданы на базе районных поликлиники больниц. Но при каждой из них работают прививочные бригады с наличием передвижных морозильных камер. И когда в каком-либо населенном пункте набирается необходимое количество желающих сделать прививку и терапевт дает заявку, то незамедлительно на место выезжают медики. Механизм работы отлажен на высоком уровне. Дело теперь за желанием самих граждан оградить себя от болезни. Фатима Дурова, Мухаммед Дашубоков, Вести, Карачаево, Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 19 767 человек. Из них 19 134 выздоровели, 119 человек госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами дождь, ночью в горах с мокрым снегом, ночью утром туман, ветер южный 6-11 метров в секунду, а в горах будут порывы до 18-23. Температура ночи плюс 4, плюс 9, в горах до 2 градусов мороза, а днем 20-25 выше нуля, и в горах местами до плюс 14. В Черкесии без существенных осадков, ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночи плюс 4, плюс 6, днем 23-25 градусов тепла. В жизни бывает так непросто встретить несокрушимого и непробиваемого человека каменную стену, человека глыбу. Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, легко. ПСБ. Банк сильных людей. Продолжаем выпуск. Более 160 километров федеральных трасс в пяти регионах Северного Кавказа защитят слоями износа. В Карачаево-Черкесии работы выполнят на отрезке от Усть-Жигуты до важного автодороги А-155, ведущей горнолыжным курортом региона. Устройство защитного слоя позволяет заполнить небольшие трещины и пустоты, обеспечить нормативные показатели ровности и сцепления. Также на всех участках, в том числе на наземных пешеходных переходах и остановках. Сотрудники Карачаево-Черкесского филиала «Русгидро» совместно с педагогами общеобразовательных учреждений приступили к проведению уроков электробезопасности. В первом квартале такие уроки уже прошли в школах Зеленчукского, Жигутинского и Карачаевского районов. Из поселка Правокубанский репортаж Мурата Джанкёзова. Вдаль деревням, городам, он идет по проводам. Светлое величество – это электричество. В ходе тематических занятий дети узнают, какую важную роль играет электроэнергия в нашей жизни. Именно она дает нам свет, тепло, приводит в движение различные механизмы. Но оказывая огромную помощь людям, электроэнергия таит в себе смертельную опасность, но только для тех, кто не знает или пренебрегает правилами электробезопасности. Нельзя касаться оголенных проводов, по которым идет электрический топ. Компания «Росгидро» на протяжении текущего года будет проводить такие мероприятия по обучению школьников и дошкольных учреждений, а также муниципальных предприятий о вреде и пользе электрического топа. Это очень значимо. Что касается детей, значит, в преддверии летнего сезона дети должны понимать о том, куда они могут ходить, какие знаки и плакаты есть, что эти знаки и плакаты обозначают, насколько можно близко приближаться к электрическому току. Тело человека является проводником и для детей это будет полезно. Профилактическая работа по предотвращению случаев электротравматизма среди детей и подростков компанией «Росгидро» проводится на постоянной основе. Школьникам дают развернутое представление об опасности электрического тока. Главная заповедь звучит так. Безопасного тока не бывает. Я узнала, что нужно вытаскивать зарядку для телефона из розетки, потому что нужно выключать все приборы после их использования. Ещё очень много-много интересного. Я поняла, что очень важно знать правила безопасности в обращении с электричеством. Я обязательно расскажу об этом своим братьям. На уроках ученикам рассказывают о правилах пользования электроприборами при помощи наглядного материала – пособий, памяток и листовок. Дети с интересом слушают энергетиков и задают уточняющие вопросы. Мурат Женкёзов, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести прямо сейчас. Смотрите продолжение сериала «Несломленное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова